В селе Кобда Акцюбинской области спустя две недели после масштабного паводка до сих пор сохраняется угроза обрушения домов. На сегодня в воде там находится 17 жилых строений, три дома разрушены до основания. Эльмира Ержанова о ситуации в районе. Стена отошла, вот она, падает. Саманный дом 70-летней Насюфы Алдробековой уже признали аварийным и непригодным для проживания. В эти дни она с помощью соседей пытается спасти хоть какие-то вещи из дома. Понятно, что бытовую технику уже не восстановить, но вот диваны и книги пенсионерка пытается высушить под солнцем. В доме уцелела только посуда. Несмотря на большие убытки, жительница села Кобда не теряет оптимизма. Верит, что добрые люди и чиновники не оставят в беде. Все комнаты, значит, рассохлись в разные стороны. Жить в этом доме невозможно. Новый дом обещали в течение двух месяцев построить. В районе новостройки, значит, туда не проникает вода, как они объяснили нам. Аварийными в районе признаны 24 дома. Для их жителей власти обещают за два месяца построить новые. В Акимате говорят, что за стройку уже взялись пять подрядных фирм. Пока же люди расселены по родственникам и в двух эвакуапунктах. На сегодня живут 25 человек. Отмечу, что из-за паводка в районе затопило физкультурно-оздоровительный комплекс, школу и около сотни домов. Три из них обрушились полностью. Число разрушенных строений может вырастить, так как вода не ушла. На месте работают спасатели. Они укрепляют территорию вокруг домов мешками с песком. Правда, поможет ли это, непонятно. Ведь уровень воды в реке Хобда остается очень высоким. Чтобы она пошла на спад, по информации специалистов, понадобится много времени. Пока дома построят, людям будем помогать продуктами питания, одеждой, необходимыми вещами, которые приобретем за счет средств из общественного фонда Шапогат, куда люди перечисляют помощь. И еще помогает местная ассоциация деловых женщин. Также жителям выплачивается единовременная помощь в размере 500 тысяч тенге. В Хобде, так же, как и в соседнем Уилском районе, где затопленными оказались 11 домов, сохраняется режим ЧС местного масштаба. Сумма ущерба еще не названа. Эльмира Ержанова, Замат Кубегенов, Информбюро, Актубе.